Почему сегодня? Ну, потому что сегодня я просто думал, с каким настроением идут из Москвы в Питер, из Питера в Москву поезда. Все мы знаем, что такое красная стрела. Я прочту стишок давний, реальная история о жизни, когда ещё в порах, когда не у всех были даже домашние телефоны. Я поехал без звонка, естественно, потому что телефона не было к девушке в Питер и не знал, что этой же ночью она едет в Москву без звонка ко мне. Я иду один по Невскому, под тобой блестит Арбат, нас встречать сегодня некому. И никто не виноват в том, что мысли были страстные, не про книжки, про другое, что амура стрелы красные ходят через балагуя. Поезда навстречу ехали, прорезая ночи сон. Ты в одном вагоне спиехаю, в мой успел вскочить Кобзон, ты курила с музыкантами в нерабочем до утра. А мне десантник с аксельбантами говорил, Москва дыра, он мне пел про жизнь несладкую. Его звали Игорёк, и он смеялся, что палаткою мы зовём в Москве Ларёк. Время этого события очень прошлые года. Мы встречались по наитию или просто иногда. Счастье где-то рядом бегало, мчались ночью две судьбы. Даже у Кобзона не было ни мобилы, ни трубы. Ветер носит запах клевера, и колёса тюк-тюк-тюк. Я несусь к столице северной, ты летишь ко мне на юг. Размянулись наши стрелочки где-то возле волочка. Сердце ёкнуло у девочки, у меня чуть-чуть рука. Встречной скорости течения растащила поезда. Но внезапно вдруг осенняя с неба кинулась звезда. Мы её с тобой увидели, больше думай никто. Как на перемотке видео поезда неслись под сто. Мы с тобой в тот день не встретились, можно было позвонить. В городах чужих отметились. Ну и что, кого винить в том, что мысли были страстные. Если любишь так всегда, в том, что в ночь уходят красные для влюблённых поезда. Это странное свидание я запомнил на года. Я без встречи и прощания был с тобой весь день тогда. И один бродил по Невскому, под тобой блестел Арбат. А город Питер по-советскому. Назывался Ленинград. А город Питер по-советскому.